Тогда сейчас, при главе, это у нас представление идеи проектов. Каждой команде дается в среднем, давайте считать, 5 минут. Задача в 5 минут рассказать, что у вас за приложение, общую идею, какую задачу приложение решает. Ну и дальше, я думаю, мы где-то минут 5, ну и сколько, получится, потратим на обсуждение, то есть просьба, опять же, ко всем командам комментировать приложение других учеников. Выходить будем по списку, как регистрировались, поэтому уже в порядке и будем выходить. Кстати, выход на финале у нас будет обратным. То есть кто заинтересовался в последнем, уходит первым, кто в номер один, он идет в самый последний. Так, тогда сейчас первая команда, это команда Bananabug, и это Neobars Bookmarks проект. Здравствуйте. Как же вчера был вечером, он знает о том, что у нас возникла некоторая проблема, тем, что мы хотим в своих закладках делать сомпронизацию с нативным браузером Dizen, и для этого находит социалобия, в которой требуют привилегии. Можно ли вам его помнить? Тайзер. Тайзер. Ну как, чуть-чуть. Баллоски, наверное. Тайзер требует уровня платформы. Ну, к сожалению, нам не хотят дать дотов к уровню платформы, поэтому мы решили сделать основной уклон на то, что мы ломаем, обходим данные запрещения, и мы все равно будем синхронизировать эти закладки. То есть, наш основной уклон идет на сложность, то, что мы, несмотря на то, что данные описали культурную платформу, мы будем добавлять и читать закладки из браузера. Соответственно, как непосредственно полезное использование мы делаем не полноценное, как мы там хотели, а делаем старт-пейдж с синхронизацией. То есть, у нас будет открываться приложение, где будут синхронизированные паузы на закладке, их можно тапнуть и откросят, соответственно. Там будет небольшая фигнюшка, ну, это все должно быть няшно и круто. Вот. И, ну, понятно, что... Так же, в поддержку идет то, что человек может своих браузеров в эти закладки, ну, в браузерах, которые Windows или Mac там делать и использовать их в Tizen браузере. Да? Да. Спасибо. Вопросы? То есть, вы сейчас вот функционал в закладке, в основном закладке? Да, в основном это вход и пробивание через ограничение, что наша функция, которую мы хотим использовать, требует уровня платформы. Я сказал, что мы хотели сначала сделать замерки, но среди с тем, что мы удалились невозможность его сделать через платформу, мы решили как раз в карту и его убрать замерки, но для лица так конец папки. А у вас будет чисто ярко ватой? Не совсем, скорее всего. Гибридная? Мы еще не уверены, скорее всего, гибридная. Потому что я не уверен насчет получения файлов из системных папок через... А гибридная точно может быть, да. Скорее всего, гибридная. Если можно будет обойтись вебом, это даже будет ключ. Это даже без C++, если можно будет обойтись вебом. Наверное, практический вопрос с моей стороны. Еще раз, можете рассказать какую практическую проблему обойтись вебом. Я активный пользователь, допустим, закладками, да. На работе я сижу там за матом и пользуюсь сомбарем, потому что это классные активные провода, да. У меня есть там, допустим, 20 букмарков, которые мне нужны. У меня стоит там эксценшн, который, ну, не абарс, да, который позволяет синхронировать это. И, допустим, дома я пользуюсь Chrome, потому что там, как бы Windows, и они между собой синхронизированы. Допустим, у меня появляется телефон на платформе Tizen и я хочу остаться на привычном мне сервисе онлайн, ну, онлайн-класс, да, но при этом получить доступ к своему контенту. Понятно, что в перспективе это будет развитие доступа метод и только чтение аксессов, ну, то же, чем вчера говорили, но пока что только закладки. А при этом вы функционал проверки того, что закладки все еще в Google, будете делать? Вот у меня такая проблема с закладками, очень часто, некоторые вещи я отмечаю, ну, либо в статьях туда-туда, и его удалили, переместиться. И что линка сдала некоторую, да? Ну, хорошо, мы это добавим. Ну и всем очень пожелательно. Ну и всем очень важно. Закладки можно будет еще с функцией Render. Рендер есть. Мы, когда, если все знают HomePage Chrome, например, да, то есть мы открываем HomePage, мы видим именно картинки сайта. Это очень удобно, мы давно знаем, уже не читаем линку, не читаем тайт, потому что, если просто поставить сайт в Chrome, это просто линка будет замечательно. Да, мы сложно ориентироваться на старт, то есть ориентироваться очень просто, потому что мы видим, где мы находились, и что другим нам понравилось. Работает с каким количеством закладок? У меня сейчас, ну, порядка 40-50 секунд. Ну, если мы просто расстроим, просто спробую, как бы, видуалист, прошиватель. А, понял. Снимки ставим. Снимки. 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 Может быть, как идея, если все-таки окайтеринг не работает, чтобы сразу было насекать по проверку. Да, сделать callback на сервере. Сервер спрашивает, мы говорим, сервер говорит, у меня линка бывает, мы говорим, извините, какие-то неполадки писали. Ну, если у меня в контиле, я не вижу части, которые... Отрабатывался, да? Будет понятно, что разрабатывается гибридное приложение, вот этот обход ограничений. Разрабатывается часть, которая, скорее всего, будет рендерить страницу, для того, чтобы делать маленькую картинку. И будет, так как это еще нет в своей жизни, как в докладах, да, будет создаваться сервер, в котором мы будем работать. Ну, сервер будет наявлен. Хочу только пояснить, почему мы не хотели бы делать валидацию ссылки на интернет, и с тем, что не всегда мы находимся в открытом интернете. Сейчас мы пользуемся, допустим, в VPN, в коматче. Многие сети бывают у нас открыты, и мы не хотим инститировать. Некоторые ссылки, мы сейчас вообще далеко не имеем, что теперь. То есть, ромо-экстеншн, да? Да. Мы, допустим, в одном из наших проектов сделали ссылки, чтобы... Ну, браузеры не подыклигали, чтобы плавался в хроно-экстеншн. Потому что как разработчикам нам неудобно постоянно тыкать вот туда вот наверх. А, окей. Угу. Какой вопрос. Но опять, почему бы не брать содержимое строительство? Соответственно, сразу, буквально просто так. А зачем? Если мы можем открыть в домативном браузере. То есть, мы человека не заставляем посмотреть какой-то немного врезанный контент, Он просто открывает браузер, которым он привык пользоваться. Но, может быть, у него как нативный браузер просто в свой, то есть, хромо-экстеншн. То есть, предположим, да? И он хочет именно хромо-пользоваться. Зачем он открывает что-то нам по-своему, если он нажимает и видит все, что надо. И, допустим, будем в плане улучшения тайпа и института. Ну, фа-выкан, нам спокойно надо стукал напитать прекрасными для этого. Просто я видел закладку, по-моему, какая-то... Униканский профессионализм он позволяет просто иметь эффект и он делает копию страницы как видит ее пользоваться. Он видит бежуя с браузера, а скиншоты оттуда будет все. Ну, это не просто платформенное решение. В связи с тем, что мы занимаемся проектом неабарс, в принципе, у нас просто платформенное. скиншоты страницы мы подъедем. То есть, делаем сфотографию через 12 страницы. У них все браузеры могут. В E8 ты не сделаешь. Да. То есть, в E8 она сделать не может. Есть библиотечка, которая умеет, ну, не всегда хорошо, но часто записывать дивы в картинку. Потому что там есть библиотека, которая, да, я ей пользовался. Да, она, кстати, немного деградует. Но, в целом, картинку она даст какую-то для сайта. Но, опять же, она не лидероборот. Там нужен там вас и... Зачем вам создать эти ресурсы мобильного, ну, мобильника, когда можно отправить на сервер, достаточно простой запрос, который все сделает достаточно быстро и отдаст какие-нибудь 20 кг. То есть, мы экономим, получается, процессорной и прочее. Опять же, не сильно уйдется сэкономить. Ну, ладно. Не беда. Главное, чтобы работало. Еще какие-нибудь комментарии, идеи? Воздух. вот только этот, сегодня, жерательно, ко второму представлению проектов, определитесь, мотивное, у вас вилет-приложение, то, что важно сделать, может, скорее? Угу. Может, умеет попробовать, сэкономить? Да, да. Если получится, то, возможно, может, приводим, а потом, сделаем сэкономить. Чёрный, сэкономить. Сэкономить. Ну, чё, всё. Просто нужно найти, просто не потребуется. Хорошо. Спасибо. А, второй проект, проект Фонограмм. Пожалуйста. Ну, наш проект, что называется, Фонограмм, это, плеер музыки ВКонтакте, плюс, будет, небольшая фишка, как, лента, состоящая, из, постов, которая, поддержит, обложку альбома, ну, обязательно обложку альбома, какую-нибудь картинку, и приложенный трек в посту, и обязательно помеченный хэштегов фонограмм. По хэштегов фонограмм будет проводиться фильтрация постов в клиенте. Так будет выглядеть интерфейс-положение. Он сделан в стиле flat-rui. Данный вариант, он очень красочный. Будет кастомизация, где можно менять цвет верхнего бара, навигации. Также, ну, как, пост, можно будет указывать хэштегом цвет вот этой части. Ну, иначе он будет рандомный, или еще как-нибудь подумаем. Ну, вот, нам, мы вчера спросили, как такой интерфейс в проекте истор, нам сказали, что можно переместить вверх. Ну, вспомните просто, да, всю презентацию мою, вчерашнюю. Ну, мы сделаем космизацию, что можно будет перемещать его вверх, вниз. Также тут можно заметить то, что блоки постов здесь по всей ширине оскорились. На предыдущем слайде там, в системе. То есть, будет очень много констерментации личного вида. А, плейлистами работа у вас будет? Ну, будет, да. Посмотрите. Ну, для начала мы сделаем просто проигрывание музыки всей, из плейлистов и друзей. А дальше уже будет и редактирование своей музыки, проименование, управление. Ну, собственно, там будет несколько же вкладок. Там есть вкладка плейлисты. Там есть вкладка друзей, и, собственно, добавить записи. И посмотреть список с этой песенкой. А как используются пасты? То есть, как в сценарии проигрывания или рабоста, вы не сможете пользоваться? То есть, если ленте просто, ну, это не плейлист. Просто мы нажимаем кнопку сад, послушаем только одну песню. Ну, дальше предыдущую. Ну, наверное, можно будет только по ленте. То есть, плеер отдельно, лента отдельно. То есть, понятно, что пользователи получают под ленту, как там ситуация. Ну, просто такая небольшая социальная фишечка. А как это называется? По номеру. А почему-нибудь уже готово? Ну, дизайн только. Из кода... Ну, процесс. Ну, вот уже вчера вечером взял фобью. Которая... Ну, внутри переходит. Получается. По внешнему. А делать возможности, там, фиширование, те же самые фиширования? Фиширование. Вот сейчас сидели, разбирались. Да. Так как там немного... Ну, это такой большой... Ну, если вы заходите в мелчеризацию, мы хотели брать... Сохранять файл сразу из буфера. Там... Кима посмотрел, там ограничение. Из буфера можно только видео сохранять. Доступ к аудиобуферу. То есть, это надо будет один поток. Там все буферы. То есть, если вы уже сохраните файл, он будет действовать. То есть, вы делаете нативное приложение? Да. Ну, часть будет нативная. А на HTML, получается... Ну... Ну... А, в БЮ только. Воспроизведение в музыке, это будет, ну, нативный ход. Ну, что вы говорили. Так скрываться, не надо сыпать. Будет усыпать. Вопрос. Еще вопрос. А вчера мы же обсуждали, что было непонятно, вот в БЮ какой движок используется. А тот, который диабетный приложение? Ну... Ну... Это, конечно... Ну... С детства в БЮ мы смогли, чтобы так же на месте экрана было. Но я еще не успел посмотреть, есть ли там копирить надо. Ну, по ней, если даже не будет, есть. И так вот доступ из плюсов к лагерилу, так как мы это должны будем делать. Хорошо. Хорошо. Еще вопросы? А вот по дизайну, если вы хотите разными цветами все вот эти... Ну, это можно будет менять и пользоваться. Может быть, лучше ему такой свободы не давать как-то? Ну, по дефоку мы что-нибудь такое грименькое сделаем, или же, как-то сказать, активно мог. Ну, это вообще, ну, прямая приюта сильно весила. Не, ну, просто если вас не сильно загружнет, а скажите, это будет не сильно загружнет, то вы можете прикрутить просто библиотеки вот вашим глубьёй, библиотеки, которые используются Тайзер или Аджикольный. Ну, в библиотеке там же все равно есть уже определенные, как, блоки составлять, в определенном виде. По татаролу, как бы. Ну, пусть уже структура как бы есть своя. Ну, по каким-либо стиле. Ну, попробуйте, посмотрите, да. Ну, еще пожелание, да, там будет все-таки комментарий, что вверху вкладок не больше четырех, а если больше четырех, то вот, сделать возможность их пролистить. Вы только не корнили. Ну? А если, ну, вы только не корнили, все равно? Ну, пока ставьте так. Пожалуйста. Я человек с породной. Почему я должен не пользоваться, ну, в смысле, я боюсь, что мои пароли убедут, да? Ну, потому что я знаю, что там бравзграфы, они спокойно уходят. Почему я должен пользоваться не доверенным, а родным в контакте, который точно то же самое все умеет? Интеризация проходит через родной центр в контакте, который будет как сопровождение. То есть, вы будете знать, на что вы подпишите? Вчера вы подпишите эту проблему. Вы даже, по-моему, слышали то, что никак иначе нельзя в контакте идти в контакте, как и сам сам. Это стандалованный момент, по-моему, или уже так? Нет, там можно через кучу костылей, но зачем? Можно подписать в контакте, все равно, и попросить. Ну, не нужно, наверное. Да, это идея. Но я понял, что в контакте, узнав, что в контакте сделать, что эти бузы... Конечно. Да, им это не особо понравится. Хорошо. Еще вопросы, командир? Как сперта, можно вопрос, какие перспективы, например, такого приложения в Story, там, например, кто есть, использовать фактически чужой контент, там обычно, там пока не заметят еще, может быть, несмотря на сколько проверяют, какие перспективы вообще подобного. Во всех магазинах приложениях есть. Есть определенные приложения, которые, например, Samsung, которые очень видны, которые используют. Актерсы усмотрены, популярные. А вот, в частности, вот это приложение очень популярное на андроиде. Но они нифига не прилегают, ну, поэтому. Поэтому не насквозь прохеризм. Поэтому Samsung, как и не сорсер. Но насквозь прохеризм пользуются самым нужным. Во всех магазинах приложениях можно наблюдать плееры ВК-музыки, которые не «Атфак», не «Аказин» написал, а «Гиджа», а «Атфак» и «Атфак». Ну, я бы вообще поднял вопрос насчет легальности размещения этой музыки самого ВКонтакте. Так что... Ну, как минимум, мне кажется, что не легально будет пока кэширование. Проигрывание... Да, проигрывание, стримитес нормально, кэширование... Ну, если не будет анонсироваться то, что есть доступ откуда-то из них к этим кэшам, то, что это где-то хранится и прочее, я тоже думаю, что все будет нормально. А так, конечно, да, не надо, конечно, никуда сохранять, там, и все-то такое. А есть API для работы с куками? Или, в принципе, можно просто объявить? Все через объявление? Все через объявление, да. А, у нас что? Энс? Ну, у нас, после того, как мы авторизировались именно в контактовском окне, у нас откроется, ну, уже какая-то страничка, которая пишет ребята, да? На ней будет сохранена session x0, да? Ну, там будет токен. И в контакте передается в хэш, есть такая часть, после шерточки в адресе, она передается в этой части, она не через токен передается. Я не хочу привести их. Нет, но суть такая, их приложение получает только токен. Они больше ничего не смогут получать. Это больше ничего не будет. Открывая страничку, то они... Ладно. Они стопудно дергать куки, собирать базы из куков. Да зачем кукки? Мы дергаем токен, потом делаем закупку, как по индишнику, и все, и мы получаем список из ленты. Ну, то есть для ленты получаем список. Контактовские кукки очень вкусные, потому что если ты делаешь выйти из всех браузеров, то твоя кука остается работать на червом компьютере. Да, причем через неделю. Ну, это проблема уже в контакте. Ну да, да. Поэтому мы сохраняем пыль. И воровать очень вкусно. Хотите попробовать? Может еще один вопрос можем взять, но думаю команда уже хорошо представила. Спасибо, удачи! Спасибо. Так, третья. Вот команда проект Game Mixer. Здравствуйте. Мы будем делать технот, и называемый game mixer. Как уже понятный название, это будет такой-то такой микс. Ну, в общем, какая проблема у большинства игр телефонов? Играй, играешь, опять вlau effect быстро проходит и обычно просто текулис на телефоне соединает тестов. И, в общем, решили сделать набор таких очень маленьких мини-игрушек, максимум секунды десять. И этих мини-игрушек будет очень много. То есть, как будет, в общем-то, самая мини-игрушка. Запускается мини-игрушка, даётся тебе какое-то простое задание. И это задание вводится на экран. Если, допустим, два дрова сека, то нужно перейти в общем. Тебе нужно ее пальцем расцелить. Ты ее распудил, всё. Включается музыка. Насекунду запускается следующая мини-игрушка. То есть будет, если режим игры, режим игры на время. То есть, чем в игре возьмем режим с двух повторных задач, тем большим настрой. И режим, в котором время также ограничено. И есть одно право на ошибку. То есть, как нет права на ошибку. Ну, какие плюсы такого приложения? И его очень легко расширять и легко монетизировать. То есть, допустим, можно сделать набор базы этих каких-то уровней, а потом... А потом... Градовать пальцы из него и... И учатся. Стилистиком будет... Экселярт. Другой. Другой. Сядер, с чего-то. А у вас художник есть с талантом? Есть. Ну, да. А у вас художник есть с талантом? Есть. Ну, да. У нас будет 10 штук. Постараемся. У нас будет 10 штук. У нас это дело такое. Наживное добавление. А турнир с темой, то есть, можно будет участвовать? То есть, чтобы нескольких человек могли... Нет. Ну, скорее всего, это какая-то статистика. То есть, в каком режиме, допустим, всех пользователей набирает какое-то количество очков, он может тактически вырезать на сервер и как бы сравнить его с другими гигаками. Да. Ну, с друзьями, ну или просто какая-то глобальная статистика, кто их делал действиям. Ну, нам так и не думать, что на сего режима думаем, что даже и поделать сервер. Ну, нет. Просто устранение статистики где-то на сервере в кресле обуче. Ну, и сегодня дело мы не знаем, но... Активисты. Это, наверное, интересно было бы так. Да. Да. На Unity 2D, значит, подскажите, что я слушаю. Ну, видны, но есть, наверное... Ну, рецензию мы нашли, сейчас скачиваем, что там... Да. 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 А можно ли, даже если будь, ну, что-то типа трека тех игр, через которые прошел DOSED, чтобы, например, писать и с друзьями, как и с именоватниками это сделать. Success Story. А? Success Story игр. Ну, да, с тех того. А, ну, то есть там я прошел там такие-то, такие-то игры, ну, как бы, да, это можно прикрутить. Можно, например, именно сделать такой вариант крита сразу. Но игры будут, как бы, происходить рандомно. Т.е. входит, может дойти, и вот он хочет играть какую-то конкретную игру, он, как бы, это не может сделать. Ну, наши, как кажется, текущие игры. Т.е. все будет, то есть какие-то рандомные. Потому что смысл на этом очень короткий, как бы. Нет, тут, скорее, как рандомно, да, ну, если, например, я захотел, увидел, что мой, там, приятель, если мне все-то дальше будет развивать направление, там, сошел, какой-то, сошел завязок, что мой приятель прошел и набрал столько тачков, я хочу пройти такой же трек. Т.е. пройти те же самые. Можно делать систему ачивок, т.е. если там ходжерки, где-то сразу проходит эту игру без ошибок, там, он может, не знаю, поиграть ее, там, с менюшкой с ачивками, то есть у него прииграет, там, галочка, разручится, с этой игрушечкой, он заходит в эту игрушечку, заходит, там, вот, я там, около 200-200 очков, я могу где-то наиграть, я там буду уже. Ну, наверное, надо, если в результаты посоветуйте, потом еще оставим, он уже там, что-нибудь, а что-нибудь. Хорошо. Еще вопросы? Да. А у вас есть уже, например, планы того, какие-то будут уже первые, где сейчас еще чуть-чуть? Да. Будет действие листья? Есть листья? Ну, надо еще за такие вопросы. Ну, вот, допустим, такая хорошая идея. ВДВшник надувает креопнички, интенсивно... Микрофон, то есть, как говорится, нам эта форма позволяет, используем как бы несколько датчиков, то есть микрофон, сенсорные экраны, хелерометр, ну, и как вариант еще, если мы разберемся, как дело, то есть с камерой, то есть, как говорят, найди что-нибудь красное. То есть, не мегает камера, а еще там граффон. Отлично. Прикодь. 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 В конце хакатона в комнате будут валяться многие взорванные с телефона. Т.е. Вдруг. Вдруг. Т.е. Вдруг. Т.е. 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 По-моему, класс. Особенно, если вот такие идеи с выходом, там за рамки только экранных игроков. Т.е. Большой sticker. Ну что, отлично. ЛосиIt. camer d원 CHORMS трябертвая команда, и это проект meg sitr. Ну да и не там? Пятой точно. civilian Да, у нас четвертая и пятая команда, ребята сначала рез sophistication по отдельности делать, Потом решили сделать, что помогает друг другу, потом решили, что зарегистрирует сбоку в двух командах. Формально правило не запрещено. Посмотрим, как получится. Собственно, мы начинаем продать наш проект. Собственно, наш проект состоит в том, что есть две проблемы. Точнее, одна проблема. Проблема – спокойствие. Человек, который занимается чем-либо, хочет какую-то часть спокойствия от себя. И поэтому, собственно, у нас есть у всех смартфоны. Смартфоны – это очень удобно, очень круто. И, на самом деле, нам кажется, что это такая вещь, которая позволяет нам позвонить в любой момент и спросить что угодно. На самом деле, это та часть, которая позволяет в обратную сторону также нас достать и позвонить. Соответственно, первая ситуация. Мы находимся на трассе, и нам просто неудобно доставать где-то телефон сзади и просто… Ну, а кто-то звонит и звонит. Ну, просто реально, вы убиваете себя. Либо человек находится в театре, и ему неудобно просто труп взять, потому что он орёт и уже просто звенит. Или на совещании находимся. Собственно, есть такая возможность у каждого смартфона. Называется авиарежим. У этого авиарежима есть возможность полностью отключить сим. Но большой минус – это нужно включать и выключать. И второе – это вероятность большая подключить важный звонок. Причем вы даже не узнаете, если не будет подключено какая-то смс-отовещение. Следующее, как бы, вот наше решение – это авторежим. То есть включение самого режима по набору скорости. То есть скорость лучше, чем 8 км в час. Больше, чем, быстрее, чем у человека с пешком. Автоматически он включает с издачной мере и среднюю скорость на каком-то промежутке времени. Ну, и детектор там будет какой-то, что… На этом участке, например, бедный может кто-то двигаться. Второй режим – это вот режим театра. Да, режим театра. То есть в театре просят всегда отключить мобильный телефон, чтобы не звонил, не регулировал. Потому что у меня был лично такой случай, когда он просто завегулировал, и это реально было слышно на весь зал. И, соответственно, театры, кино, они находятся обычно на одном месте, в одном здании. Не ездят. Да, не ездят. Поэтому мы можем просто указать их на карте, что они находятся в таком-то месте. И когда пользователи находятся в радиусе театра, то можно включать… Точнее, выключать… От помещения. Да. Звонки. Вот. Сильные ключи. Да. Ну, вот как раз степень от помещения первого – развукового, то есть элементом, который играет на телефоне. Следующий уровень – это вибрация, следующий уровень – это намекание. Причем, ну, то есть вы сидите на совещании, если вам действительно, ну, просто нужно полностью абстрагироваться, вы просто берете экран, поворачиваете вниз и, в общем, не видите ничего. Если какой-то звонок поступает влажный, то есть в объемном списке, вы видите поникивание экрана. То есть он мигает просто, что… Ну, он вас просто никак не отвлекает. То есть вот, лежит трубка и на нем просто мерцает экран. Если мерцает экран, значит кто-то звонит влажный. Остальных он просто игнорирует, посылая им смс. Собственно, для этого будет задан белый список, те люди, которые смогут вас давать звонить или не смогут. И аварийная сигнализация. То есть если произойдет какой-то… Ну, то есть мы датчик серверометра проверяем. И если происходит какой-то удар, вот как раз по белому списку, по отмеченным каким-то товарищам, будет отсылаться геокоордината. И, ну, возможно, там звонок обратный и с включением громкости. Вот, собственно, весь проект наш. То есть два проекта. В театре это как раз больше реализация к месту, в машине, в авто. Это режим, когда ты зарублен и тебе нужно просто по скорости определить, чтобы не включать, не выключать. Вот. И есть возможность, кстати, расписания. То есть чтобы все включалось и выключалось по расписанию. То есть вы задаете какой-то, ну, там, фиоридное расписание. И оно по нему просто включает, выключает этот режим автоматически. Да. Еще что-то добавить насчет защитника. Можно будет просто задавать какое-то место, допустим. Ну, вы знаете, где вы работаете. И вы задаете, что в этом радиусе, в радиусе вашей работы, где к вам будет запечататься. Хорошо. Март. Вот. Мы обсуждали уже, что через HGM-5 можно спозиционироваться, найти скорость. Если вы знакомы с Кесей, о котором вы говорите, что постоянно мониторим, то это все будет сильный уровень батареи. Мы проверяем для контроля это 3-5 минут. То есть в зависимости от скорости движения. Если скорость, мы видим, что скорость высокая, он, соответственно, повышает скорость опроса. И мы, то есть не постоянно дергаем, не каждую секунду, а через определенный интервал времени считаем в среднюю скорость. Если средняя скорость катастрофически падает, мы видим, что это просто идет вниз. То это означает, что человек остановился. Действительно, то есть мы в течение, например, 3-х интервалов времени видим, что скорость сначала уменьшилась, а потом просто стоит на новом уровне, и у нас человек остановился. В прошлом режиме это сменяется постоянно? Это сменяется, и поэтому вопрос в том, чтобы определить анализ стиля бардин. То есть будет это анализироваться, как человек вводит, если человек любит прогонять, то он, в принципе, всегда это делает. То есть или там в пробках. Мы можем определенные часы и определенные места помечать по пробочной. И в них этот режим как-то, возможно, включать или заключать автоматически. Тогда, может быть, иметь свой марш только с тегами и гео-тегами, может быть, полезно пользоваться. Потому что там куча всего уже сделана. И вместо того, чтобы сделать все то же самое с нуля, будет нереально использовать блок-там и системы 5 сетей. А те же уже проходили. У нас немного другие юзкие, если вы именно используете, не работаете. Но, по крайней мере, для театра он точно очень хорошо подходит. У меня есть вопросы. Чем это серьезно лучше, чем, вот, я буду руками просто звук отключать? Ну, не всегда это, как бы, вы помните об этом. Бывают ситуации, когда вы забываете, например, театр. Нет, ну, например, театр. Да, я вот подошел к театру, у меня, пока я там нахожусь в поле, пока там представление началось, мне не нужно, чтобы у меня телефон выключался, мне нужно, чтобы я был доступен. А вот как только началось представление, я тогда его и выключу. Как в вашем случае это? Ну, в принципе, это можно задать уже глубже координат. То есть, если мы знаем, что человек находится в радиусе меньше, то есть 15 метров... Ну а что, нет, меньше. Я в холле, я внутри здания театра, но представление еще не началось. Вы можете все равно, то есть, у вас те люди, которые, ну, то есть, могут давать звонится по белому списку, они все равно сигнализация одних переделок, но это мерцание экрана. Нет, ну, может, тогда они в шерундеще отключают, а спрашивают выключают? Ну, можно спрашивать, да. То есть, запрос делалось еще не раз. То есть, в режиме, где-то, настройство принудительно отключать, если не спрашивать, вот так. Ну, а это уже приводит, скорее, к напоминанию. Ну, то есть, вот, какие-то напоминалки, там, то есть, дозевать, может быть, более правильно подключать, или действительно переключать, просто сковать, а? Ну, в большинстве случаев, вот, например, то, что с машиной связано, я бы, на самом деле, держал бы это постоянно ключом, потому что, ну, для меня комфортнее просто потом приехать и позвонить, и спросить, что ли как. Чем, вот, я просто буду отвлекаться, дергаться куда-то там, втенять вокруг. А с кардинтурой ли здесь с машиной? Ну, то есть, вот, у нас, предположим, есть телефон, и, вот, собственно, мы обойдемся средствами телефона. У меня вопрос, да, можно, я здесь совсем понял, можно ли пользователь будет, допустим, ну, тоже, да, ситуация за рулем, да? Но я хочу добавить, допустим, родителей в белый список. Я не хочу, чтобы он не дал телефон, я хочу, чтобы я действительно услышал звонок. Да? Степень оповещения как раз и будет. То есть, вот для этого мы и придумали степень оповещения, то есть, градации от самого сильного до самого слона. То есть, пользователь сам выбирает, что белый режим, ну, люди, находящиеся в белом списке, да, даже в авторежиме, они будут, там, вот, со звуком эвакурации. Да. А, просто, вот, раньше пришло, вот, на то, что он будет мигать, и, как, что это... Нет, базовый режим, если он не знает человека, вот он, соответственно, мигает. Если вот этот белый список, то, соответственно, там выбраны на него назначенные действия. Ну, есть предложение такое. Сначала реализовать вещь, которая вот именно вручную просто выбирается сейчас режим, да, вот. Я, например, говорю, вот сейчас там silent режим, да, и включается вот ваше приложение, которое там разной степени уведомлений, да, раз, два, вот. Ну, типа, даже, скорее, тема звуковая, да, вот. Ну, не тема, а... Смотрите, вы крутите джойстик звука до нуля, только, как только до нуля повернулось, он спрашивает, на какое время вы пришли? Нет, я даже не про это, просто, вот, у вас есть хорошее Е вот с этими, с разной степенью градациями оповещений. Вот просто, чтобы я, в первую очередь, мог вручную включить вот этот вот режим, когда работают ваши градации уведомлений. Ну, а дальше уже как-то его автоматизировать. То есть, мне кажется, что здесь основная вот фича этого... всей этой идеи, что вот, да, можно там настраивать разные там степени доступности для разных людей. Тоже будет. Пожалуйста. У меня есть вопрос, что касается включения звука по месту. Я вот, помню, на андроиде, флаунчный функционал, куда к определенному месту прицепляется, допустим, если ты пришел домой, где делать, допустим, яркость экрана больше, там Wi-Fi выключать, выключать, выключать. Соточную работу, где нужно, чтобы все работало, но при этом, допустим, яркость экрана была пониже, будет такой функционал. Ну, то есть, оптимизация по месту положения. Ну, пока первой одной версии нет, но если донесли, то есть неинтересно. Просто оптимизание, мне кажется, такого поколения... Да, извините, пожалуйста. Да, извините, пожалуйста. Да, извините. Собственно, вот все. Еще? Если есть, то вопросы. Еще вопрос. Ну, все, что оператор, я читал, что фоно про режим, то есть, выключается этот режим, вам нужно звонить. Звонящий получает, что человек, он включен в режим, но при этом журнале раздражается, что он... Как это с улыбкой? Я не знаю. Ну, мы по времени, в принципе, тоже можем ограничить то же самое. То есть, мы можем задать ночной режим в самом настройках. То есть, вот что, из такого же времени, то такое, то просто он ингнорирует, там, билю не гайдет. И там, действительно, звонок от босса, то кричать, а ради, там, свистеть. Еще подумайте над автоответами. То есть, там, телефон сам поднимает трубку, что там, зачитывать, ну, или звуковой файл проигрывать любой. И, здравствуй. Ну, вот насчет этого. Я не знаю, сколько. Есть возможность такая? Просто как идея. Не, ну, почему? Возможность, конечно. Есть. Просто бывает основная идея какая, что смс-ка просто вакутина. Ну, смс-ка, это да, это сам простой вариант, но смс-ка тратит ваши деньги. Да. Вот. А ответ и произнесение какой-то мелодии тратит деньги. Вот, кто звонит. Хорошо, в принципе, идти, да? Хорошо, в принципе, идти, да? Потому что у меня определённые контакты. Как же страны, другая, там, встречи. То есть, не на вас, нет? Ну, здесь неизвестные контакты. Да, можно, в принципе. Но это уже получается ненеджер звонков больше, чем ненеджер, вот именно нашей недели. Ну, это, конечно, интересно, но это уже смещает фокус от того, что мы хотим на то, что, собственно, уже обсуждено за на то, кто-то обведущий. То есть, наша идея, что вы просто меньше внимания как бы уделяете телефону, да. То есть, вот есть телефон, вот хочу на какие-то моменты, чтобы он просто что-то не лишал. И вот он, собственно, что-то не лишал. Еще, может, с своей стороны, в приложении очень ценно задают продумать накопление вот этого пользовательского профайла. Потому что вы уже упоминали, да? Потому что сейчас переход к приложению, используя тех же Smart Space технологии, он достаточно активно идет, и вопрос к накоплению поведения пользователя, информационного поведения пользователя, она перетенческая. И если у вас это не в функционалу логичному положительству, то просто надо продумать, чтобы это нормально накапливалось, и человек мог как-то, может, статистику даже, не на рамках картона, но, может быть, за пределами по разуму, но для человека, может быть, у них нет статистики, а для приложения это достаточно интересный источник, как, на самом деле, дальше для развития. Как бы, с другой применением тех данных, которые, например, по поводу скорости движения, что определенность, то есть у нас есть координаты и скорость движения, мы, в принципе, можем встроить лог и в реальном времени информация делится со всеми. То есть система, в принципе, может сообщать, что перегибов будет. Вообще скорость движения можно в онлайн-режиме обновлять и делать точно так же, как для карт. То есть там, я что-то подумал, говорить каждое там 3-5 минут, это очень мало, это редко слишком. Ее можно вот... Что? Вот им интервалы. Просто если обновляйся, там часто батарея не живется. А как карты работают? Как работают карты, чтобы батарея не жралась? Можете мне сказать? Работают временами, когда тебе не нужно. А тут постоянно нужно. Не, ну в конце концов, в машине можно подключить к зарядке телефон и фиг снизу батареи будет жраться энергия вырабатываемая. Ну, если каким-то образом можно определить источник, что телефон стоит на зарядке, то, в принципе, можно и почаще сделать. То есть, ну, как бы, период опроса можно уменьшить значительно. Ну, посмотрите. То есть, мне кажется, действительно, что период опроса нет смысла уменьшить, чтобы... Ну, потому что три минуты — это слишком редко. Это вот действительно там за три минуты... Он зашел в здание уже, на пару метров отошел, так, от выхода и все, там уже пропал седьмой. В общем, есть предложения. Я тоже когда-то задумался о подобном приложении, и тут нужно завести все на календаре наебаемое, чтобы пользователь создавал event. То есть, допустим, вот в пять часов вечера, что за минут 15-20 начинается опрос, что у меня разряжается седьмое устройство. Если выйти в 15-20 минут, ладно, там еще плюс. до 5-15 минут попадает в зону, ну все отключается. Крутая печень будет. Ну, это надо бы его гандарем, получается, сделать. Календарь, я знаю, даже через ищетами 5 доступен. Там не календарь, может даже не календарь, там вам скорее API-аллар понадобится. Скорее всего, да. То есть, ну там просто... Получаются те события, которые в телефоне. Да, совершенно нет. Там еще интересно, конечно, для сценария с театром все-таки продумать вариант того же самого антракта, потому что логичный момент, когда человек... Задвигался вдруг. Да, захотел пользоваться телефоном, или, по крайней мере, если его вылавливать, то нормальные люди, знающие интернетом, что пошли в театр, будут стараться звонить именно во время антракта. Кстати, да, нормально. То есть, если он сидит-сидит-сидит, и начал двигаться, значит, трепутся антракт. Ну, в общем, надо чуть-чуть подумать, если придумать красиво, то это будет такой, по крайней мере, полезный. Ну, да. Да что делать актерам, которые в театре вообще выступают? Телефоны живут, они с телефоном не выходят на сцену. Да, телефоны живут. Это правда. Не, ну, мне кажется, да. То есть, тут много идей по поводу этих проектов. Как-то нужно... Вот, наверное, лучше нужно подумать над идеями именно об обработке ситуации. То есть, как определять, какая ситуация сейчас есть у человека. Вот это, может быть, надо как-то додумать. А сама идея с тем, чтобы делать там белые, серые, черные списки контактов, и по-разному уведомлять о том, когда кто-то звонит, мне кажется, вот это вот уже сама достойная идея. Вот это уже сделано. Хорошо. Ну, думаю, больше вопросов. Мы можем обсуждать очень долго. Проект хорош, потому что тут можно раз на IP подергать. Там вообще разные IP будет. Используются. Это, на самом деле, два проекта. И, я думаю, начиная со следующей презентации, они уже будут идти отдельными презентациями. Ну да. Полностью. Соответственно, как функционал нарастет, сразу будет понятно. Ну, я думаю, очень важно, чтобы к 18.0 у вас было более четкое понимание, что вы делаете и начало реализации. Потому что, если вы слишком застрянете на идеях, то... Нет, естественно, нужно дело. Хорошо. Спасибо, удачи. Спасибо. Следующий проект у нас это РССР. РССР. РССР, да. Здравствуйте. Мы хотели создать приложение, которое понадобится любому современному человеку. В современном мире нам приходится видеть дело с огромными объемами информации. И смартфон может стать окном в этот лент. И для того, чтобы работать с этой информацией эффективно, были... были... была создана технология РССР. 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 РЕЖИМ, например, обновления новостей только тогда, когда появляется бесплатный Wi-Fi. РССР. 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 Ну вот вопрос на самом деле, нужно ли сервис держать включенным постоянно, наверное, это не очень хорошо. Но это опять же можно показать настройка. Ну я сейчас просто объясню, как бы сервис это плохо, потому что это постоянно жрет и сети, батарейку и чего там только не бывает. Ну конечно. Если сервис пик уже не делает, то ничего не жрет. Нет, это сип-приструйс, это не жалко, не забывайте. А вот спик, больше то я нет. Он память жрет. Ничего. Можно вызывать по времени просто, это не проблема. Повеситься на систему и отработать. Вопрос на самом деле, я пытаюсь, понимаете, какие юзеры могут быть привлечены, поскольку это действительно, что я могу со всех ваших книгах собирать информацию. Если это стать регулярные апдейты, так, что я должен этот режим, например, использовать, ну я, наверное, и так могу залезть по своим ресурсам. Немножко другой режим, так сказать. Но если это режим, когда мне он постоянно будет обновляться, тогда, когда поклоняется, допустим, возможно бесплатно, особенно если я в поездках, это может быть, по крайней мере, серьезный платный аргумент для меня. Нет, он может просыпаться, это вот если сделать действительно возможность отслеживания каких-то важных, либо действительно раз в год просыпаться, либо увидел Wi-Fi знакомый или бесплатный, проснулся. Насколько я помню, там есть какие-то обработчики для того, чтобы запустить приложение в каком-то условии? Не уверен, ходят ли Wi-Fi, но какие-то там есть условия? Нет, там можно вешать обработчики разных событий. Проще всего вешать обработчик событий по времени, насчет Wi-Fi, но нужно посмотреть. Нет, просто 2DF можно потом сделать. По времени там точно, если обработчик берешь и кидаешь, там система уже заботится, когда там вызвать и так далее. Вот, ну какие тут, тут интересные фишки, много разных интересных фишек в этом приложении может сделать. Ну, мне кажется, да, что, наверное, имеет смысл, как сконцентрироваться. Да, вот там теги вы хотите, да, теги, ленты, и, наверное, грамотно сделать уведомление о том, что что-то обновилось. Да, ну, то есть, у нас основная задача, чтобы была способность вручного режима, если это без уведомления о законе, то есть, что нужно будет заканчивать какое-то запрещение, в основном адресе. Ну, естественно, где же военные силы, товарные, это придется промажут. И нам, как пользователя Google Reader, в общем, да, я согласен, это очень полезная задача. И еще опросы. Опросы, комментарии? Спасибо, удачи. Спасибо. Следующая группа, это Мейкап-приложение. Вот, изначально была такая идея сделать скорее образовательное приложение, многие инфицированные, с таким конексовым сеттингом, а суть его была такой, что есть, например, ну так, техника быстрого чтения, или какие-то методологии по тренировке памятного. И, скажем так, эти навыки, поскольку они в немецком сеттинге, представить такими способностями и пользовательных приложений, то есть, это было бы уже набор маленьких приложений, которые вы каждому прокачивали вот эти вот навыки, например, там память, это, там, карточки, которые выворачиваются, ну, то есть, надо их все перевернуть, посмотреть, а потом, или, для скорости чтения, таблица шутила. Ну, то есть, скажем так, надо по порядку, рандомно расставленные цифры, прочекать. Вот. На Хакатоне я все сильно упрощу, я сделаю только одно такое приложение, это будут, собственно, карточки, это будет веб-приложение с анимацией, они будут переворачиваться, будет статистика, она будет несколько, не такой вот так, с первым, то есть, там будет количество кликов и время, и будет статистика, поэтому, да, и будет, я придумал какую-нибудь штуку, ну, не знаю, в общем, не видел нигде, ну, такая типогилер-тища для этого приложения, когда вы, то есть, будет мод обычный, и будет такой ультрамод, когда вы чекаете карточки, а они там раз в 10 секунд две карточки, две рандомные карточки, точнее, меняются, но они подсвечиваются и меняются, и, соответственно, так, не статическая память, уже динамическая. Ну, ну, если сможете хорошо сделать, то у вас там нет. На самом деле, лично похоже, в похожем приложении, в единомых, которые не обсуждали, это приложение для осветия речи. Причем там, изначально ноги растут только в положении, из того, что у одного из авторов он просто избавился от заиканий, а у него будет эффектом речи, он просто избавился, и, по-моему, все расстанет. Присал такой шеланды. Ну, здорово. Если сможете, здорово. А у меня еще, какая-то ваша красивая... А, да, по поводу графики, в общем, я тоже, поскольку один, я это буду делать все, так еще не буду тален, я буду, в общем, делать очень маленькие пиксельные картинки и просто растягивать их без сглаживания, ну, то есть, с кельцами, то есть, будет такой не пиксель, а такой, там, почти подрады. Ну, то есть, более-менее, самостоятельно. Хорошо. Вопросы, комментарии? По поводу растягивания картинки. Есть же коллекция штрихтов, фон Тервис, например, он использует, да. И они увеличивают, красиво. Там, как раз, картинки, там, домики, елочки, ну, там именно картинки. У меня будут буквы и цифры, внутри всех, в шрифтах тем более. Да, мы не очень комитивны, но... Аккулатор, если чё, по сути, по сути, по сути, по сути, по сути, по сути. Да, база. И... И не будет проблем, в том, что... Для текста, да, для цифр, да, а вот сами карточки, я их не рисую, ну, там, сколько маленьких подрадят, то есть, там, их, можно будет рисовать, и сколько. Ну, я думаю, может, посмотрите, что сможете использовать. Используйте. Ещё какой вопрос у Италии? Это будет... То есть, там, русский язык будет, или это будет такая музыка, которую могут все использовать? Да, 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 да. Там, где-то, там, где-то, за пять соседей. Да, был обзор, да, всякой иконками, ну, всё реализовать, уже необходимые, все эти вещи. Потому что, мне кажется, такая штука, она... можно её, так сказать, во всех странах. Ну, то есть, Install Base увеличить за счёт того, что просто... Привожить на всем. Врачок, да. Угу. Ещё вопросы? Комментарий. Ну, что? Команда заведенного человека, он, в общем... который... Ну, здесь учение команды, которая... прохважает, как у меня команды. Вот. Вы единственные. Удачи! Ну, да. Ну, да. Ну, да. Ну, да. Ну, да. Ну, да. Есть вопросы. Так. Восьмая команда. Боул 2.0. Проект. А может, основная идея приложения заключается в том, что это игра, и она использует обычную идею боулинга, но развивает её до того, что сам мы боулинг играем на кастомных картах с препятствиями травой, водой и прочей радостью. Соответственно, есть различные бонусы. Также присутствует внутриигровая валюта. Соответственно, возможности для монетизации присутствуют. При этом будут, ребят, в Катоне сейчас мы сделаем, возможно, один шар, но планируем добавить различные виды шаров, чтобы они имели различные свойства, и, например, одним из этих свойств будет управление с помощью акселерометра. То есть можно шар запустить, и если как-то криво получилось, то его акселерометром подрулить. И как раз эти шары и покупаются для этого игрового. Чтобы все позаряются. Какая-то сумасшедшая помесь боулинга, гольфа и птичек. Да-да-да-да-да. Большое акселере – это лучший шарик жанре. Соответственно, разрабатываем на юнити. Пример трека. То есть, на самом деле, мы пытаемся мобилизировать идею боулинга. И, в основном, в том, что, чтобы пройти уровень, вам нужно набрать не одно количество очков. То есть, на уровне в нескольких местах не расставлено стандартный набор из местных кегеля. Ну, тут… Да, это пау-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. И, чтобы пройти до следующего местных кегеля, вы, соответственно, запускаете шар два раза. То есть, сколько вы жмели, столько чего вы набрали, и переходите дальше. И, чтобы перейти на следующий уровень, вам нужно набрать, ну, сто очков, допустим. Так же, на уровне присутствуют монетки, которые вы собираете, получаете игровую монету. Ещё одна игра. И подобные радости жизни. Ну, я понимаю, что не один шар два раза, а два разных шар. Нет, один тот же шар, а шар сам меняется в начале, то есть, запуска уровня, который шар, собственно, открывается. Так, ладно. Ребят, невозможно не в рамках катона, но очень лёгая идея, на мой взгляд, если вы ещё реализуете какую-то смесь с аудио срок, при этом мы слушаем музычку, у вас как меняется, это будет вообще прям классно. В данном случае сложно. Ну, смысл? Кегли? А если шар будет просто катиться как кегли спаунить что-ли? Нет, мы же можем смотреть камеры за шаром, и впереди видим, как трек построился, и выйдем шаром по треку, который сейчас построил с музыкой. А, ну, это самое лучшее с... Ну, пусть ему датришку, а он вам строит уже внутри. Понятно. То есть, динамика какая-то, раз музыка какая-то, а один гелла выборка. Как можно? Прочитаем? Идиотичный. 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 У меня есть ответы, как-то. Еще вопрос в комментариях. Хорошо. 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 За лафонь в черновице. Да, два, нефига. Чехолоса у геннагица. Ну, выслейте. Ну, два, два. Ну, два. Идиотичный. Все это выглядит как-то так пока. Еще вопрос в комментариях у нас есть? Ну, хочется там вот сколько? В 5-6 часов мы с вами сегодня. Да, 6. Увидеть уже что-то другое. Да, да, да. В США переезжают те, где они. Не, ну, идея замечательная. Дальше там за реализацией делать. Ну, это красиво, конечно, еще и сделать. Ну, пока, да. Да, да. Важно действительно. Сделать за крючком. Самая идея классная. Он будет видеть, попал. Заплатите денег там, чтобы сыграть. Ну, мы скорее всего, собственно, реальные транзации пока не включим, потому что он здесь не может дотрачивать. Не, ну, конечно, здесь важно показать то, как вся динамика работает. Что происходит. Хорошо. Отлично. Прошу. Спасибо. Удачи. Собственно, 8 проектов у нас представлено. У нас в фитерах то, что поверили новых проектов за это время не зарегистрировалось. Посмотрим, теоретически, как я говорил, мог еще поверить проекты до 18.00. Наверное, два комментария с моей стороны. Просто наблюдения даже стоят с предыдущих картонов. Первое. Из предыдущих картонов, по-моему, ни разу не было, чтобы в призерах был проект, который на промежуточной презентации не начал показывать что-то реального на устройстве. То есть всегда те, кто попадает в призерах, они уже на втором промежуточном не ограничивались общим рассказом по статусу, а хотя бы что-то простое демонстрировали. Ну, не обязательно на устройство, а эмулятор. Нет, либо эмулятор, либо на устройство, но за то, что рассчитывать в свое время так, чтобы у вас все-таки к 18.00 могли что-то реальное продемонстрировать. И второй комментарий, наверное, скорее с точки зрения, скажем, того, как судить наши коллеги, мне, например, всегда удобно, когда команда по обходу разработки делает какие-то информационные сообщения в Твиттере, особенно если у вас сделано что-то, там скриншот очередной, или те же самые надросы, которые вы делаете. ВКонтакте, пожалуйста, в группу ВКонтакте можете кидать ответственность. ВКонтакте ТЭП, он будет автоматически, как Твиттер, кстати. Не больше. И вообще лучше не в группу, а на своих страницах. Лучше на своих страницах. Лучше на своих. Лучше на своих. Хорошо. На своих. Вон там у нас есть, ребята, специалисты по ВКонтакте. Ребята, в качестве напутствия, посмотрите, кто будет использовать какие-то идентификации, вы можете так делать. Все, тогда спасибо всем.